Внутренние социально-экономические, политические проблемы, коррупция, отсутствие реальной демократии. Все то, что послужило детонатором для взрыва социального и для египетской революции. Если говорить об итогах этого прошедшего года, что сейчас можно констатировать по поводу итогов египетских событий, египетской революции? Первое, что я хотел бы отметить, как это не тривиально, но это действительно важное, одно из важнейших событий года революции в Египте, в самой значительной стране арабо-мусульманского мира. И эти события касаются и региона, дальнейшего развития ситуации политической, социально-экономической в регионе, и также затрагивают глобальную политику, то есть расстановку политических сил на мировой арене. Безусловно, это важнейшее событие египетской революции. Что можно констатировать как итоги этой революции? Это то, что произошла радикальная смена правящей верхушки Египта. Это то, что в Египте приходят к власти новые политические силы. Пока действительно сложно говорить о окончательном итоге, но то, что мы видим сейчас, это уже можно как-то оценить. То есть вот по итогам выборов в парламент, это известно, 47% голосов получила партия «Свобода и справедливости». Это партия «Братьев-мусульман» на 235 место. На втором месте это партия «Салафитская» Нур, 121 место, 24%. И третье место это партия «Либерально-демократическая» ВАФТ, 8%. И египетский блок, также блок либерально-демократических политических сил, 7%. То есть это вот явный успех таких, как их называют, исламистских сил. Но здесь я бы хотел подчеркнуть вот такой момент. Во-первых, многие средства массовой информации как бы объединяют эти две силы. «Братьев-мусульман» партию «Свободы и справедливости» и «Нур» свет. И говорят о том, что да, 71% с лишним мест парламента за исламистами. Но я бы не ставил так вопрос. Во-первых, эти две партии не являются единым блоком. У них имеются достаточные разногласия, и поэтому их объединять, на мой взгляд, не нужно. Да, в начале предвыборной кампании братья «Мусульман» пытались блокироваться с партии «Нур». Но этого не получилось. У них достаточные разногласия. То есть «Нур» – это более такая, так скажем, радикально-исламистская сила. Далее, это вот первое. Далее. То, что братья-мусульмане входили в альянс, предвыборный альянс с леводемократическими силами. Но я напомню, что вот в этот альянс с партией «Братьев-мусульман» наряду с партиями, исповедующими политический ислам, такие как партия «Реформа и Возрождение», входили и лево-либерально-демократические и левые партии. И среди них это «Завтра», «Рабочая партия», «Либеральная партия», «Арабский социалистический Египет» и «Партия достоинства». Вот я бы хотел остановиться на «Партии достоинства» или «Карама» по-арабски, которую возглавляет Хамден Сабахи, который собирается выставлять себя в качестве кандидата на пост президента. Это леводемократическая партия, при том она себя позиционирует как последователь идеологии Нассера, то есть вот такая вот социалистическая ориентация. И вот этот факт, эта тенденция альянса, пускай может быть это и предвыборный альянс, это тактический ход, но по крайней мере этот альянс существует. И вот в этом плане я хотел бы именно подчеркнуть этот момент, то что вот эти новые политические силы, приходящие во власть в Египте, они имеют свою новую идеологию. Ну нельзя сказать, что это новая идеология, но по крайней мере это те силы, которые предлагают свой путь развития Египта. И в одной из основ этого пути развития они видят вот в опоре на исторические какие-то корни Египта, арабского, так скажем, арабские, арабо-мусульманские корни. Это исламская культура. И вот этот момент, на мой взгляд, является достаточно важным, при том, что все эти партии говорят о демократическом пути развития Египта и о том, что их целью не является создание какого-то исламского государства. То есть вот эта вот составляющая, которая объединяет и политический ислам, и демократические традиции, на мой взгляд, является достаточно интересным явлением. И если учитывать, что Египет имеет наиболее многочисленную и наиболее образованную интеллигенцию в арабском мире, это дает повод и шанс говорить о том, что вот на этом пути возможны и достижения, и возможен выход из того кризиса, в котором оказался Египет. Это то, что касается внутренней ситуации. Но еще я бы отметил здесь, во-первых, позитивная роль Аль-Азгара, шейхов Аль-Азгара, которые заявляют о том, что они будут способствовать продвижению демократии в Египте, становлению подлинно демократического общества с равноправным участием всех конфессий. И это важно для Египта, поскольку мы знаем, буквально перед выборами проходили столкновения между коптами и мусульманами, приведущие к многочисленным жертвам. И вот эта проблема, если учесть, что 20% населения Египта – это копты, христиане, это достаточно серьезная проблема. И решение этой проблемы – это тоже достаточный вызов для египетского общества. Далее, вот по поводу других политических сил, прежде всего, либерально-демократических сил и тех новых молодежных движений, которые участвовали, и молодежные движения, которые были, в общем-то, зачинщиками, движущей силой египетской революции. Почему они не получили достаточной поддержки избирателей? На мой взгляд, либерально-демократические силы, они исторически не пользовались таким значительным влиянием в египетском обществе, в силу их разобщенности, слабости. А вот молодежные силы, молодежные движения – это и 6 апреля, и Ассоциация революционной молодежи, и мы все, партия, мы все, халиды, саиды. Почему они, собственно, не получили такой поддержки избирателей? Хотя, в общем-то, они были движущей силой революции. Но вот то, что я сумел прочитать в последних номерах «Аляхрам», там были как раз беседы с участниками этого молодежного движения. Они говорили, что они участвовали во всех протестных манифестациях последнего времени, в том числе уже постмубаровских, мубароковских манифестациях. И вот один из лидеров этого движения молодежного так и объяснял, в общем-то, совершенно адекватно, почему вот это вот увлечение протестным движением, участие во всех протестных движениях и не учет, не уделение внимания именно политической работе, такой вот скрупулезной ежедневной политической работе, продвижение своих каких-то идей, идея привлечения электората, оно и сказалось на том, что эти движения не получили достаточной поддержки. Еще один момент по поводу этих движений. Известно, что недавно были проведены властями Египта обыски в различных неправительственных организациях, в том числе и египетских, и иностранных. И вот были обвинения в сторону вот этих неправительственных организаций, что они финансируются из-за рубежа, и, собственно, это как бы вот рука зарубежная, которая пытается манипулировать египетским обществом. И были такие, в общем-то, заявления о том, что вот эти молодежные организации, они связаны вот с какими-то зарубежными силами, являются как бы вот такой вот пятой колонной, если так говорить в Египте, хотя, может быть, это и не соответствует действительности, но, по крайней мере, это тоже сыграло свою роль. И еще бы я хотел остановиться на таком важном элементе, как армия. Армия – это, пожалуй, единственный сейчас институт власти, который остался от старого режима. И вот маршал Тантауи возглавляет Высший Совет Вооруженных Сил, звучат обвинения в его адрес, в причастности к подавлению манифестаций, в требовании его ухода, немедленной передачи власти гражданским институтам. Но это действительно так, но нельзя забывать, что армия сыграла, в общем-то, решающую роль, на мой взгляд, в том, что победила египетская революция, то есть ее нейтралитет и, собственно говоря, переход на сторону революции, он сыграл свою роль, при том очень значительную роль. Но вот то, что остаются старые кадры, старое руководство этой армии, которое, естественно, связано было с предыдущей властью, и некоторые даже обвиняют его в коррупции, в обогащении, таком же, как были, обогащались и другие лидеры мубарок, уже свергнутые. И вот это вопрос, в общем-то, тоже очень серьезный, поскольку армия исторически играла значительную роль в египетском обществе. Если мы вспомним, практически все президенты Египта после революции 52-го года были выходцами из армейской среды. И здесь вот этот вопрос или проблема, она достаточно серьезна. То есть вот после того, как будут выборы, вот на июне они назначены, 12-го года, президентские выборы, и будет избран новый президент, какова будет судьба армейского руководства, и как сложатся отношения между президентом, парламентом и армейским руководством. Это тоже достаточно серьезный вопрос, и от его решения многое зависит. Но я хочу еще раз здесь напомнить, напомнить, что во время открытия парламентской сессии, вот первого нового парламента, его спикер, тоже он представитель партии братьев-мусульман, свобода и справедливости, первое, что он сделал, он поблагодарил армию, как он назвал, великую египетскую армию, за ее вклад и за ее роль в египетской революции. И поэтому здесь вот мы видим такого, то есть нет противостояния между большинством парламента, вот этими, так скажем, новыми политическими силами и армией. Это достаточно важный момент. Хотя другие силы, они требуют, молодежные движения, часть левых движений, они требуют ухода армии немедленного.